добрый день дорогие друзья с вами я наталья и как всегда поговорим о розах но сегодня не только розах сегодня хочу вам показать свою зону отдыха где тоже кроме декоративных растений растут прекрасные и очень красивые розы но сейчас вы видите мою вот вторую беседочку цветет фламентанц вы знаете я его в этом году даже не подняла и он получается как был пригнут в зиму так сказать так и растет но как видите цветет благоухает очень красивое него обильное цветение вы знаете что фламентанца в общем-то цветет однократно но вот так не трогала его в этом сезоне ничем не опрыскивала поэтому он совершенно совершенно здоровый дал вот такие мощные молодые побеги ну как видите весь весь цвету вот там слегка конечно завалился и не видно красоты его цветение но наверное если бы подвязала был бы просто просто шедевральный куст но уже как есть так есть во время не успела а вот ну а сейчас вот так вот так цветет роза фламентанц на поле на поле во всю цветут жасмины они сейчас украшают заднюю часть моего сада меня много различных жасминов вот так сейчас они выглядят цветут здесь доцветает первая волна розы на моей аллеи робуста ну и что же здесь в моем так сказать саду где находится зона отдыха здесь все в общем то в общем то все прекрасно бассейн залили я уже во всю купаюсь вы просите меня рассказать о бассейне показать как он выглядит я как-нибудь вы знаете сделаю специальный обзор совершенно не хватает времени одно могу сказать что удовольствие это не из дешевых ну удовольствие колоссальное вот как видите вот такая чистейшая вода вода в моем бассейне очень очень теплая но окружает его со всех сторон а вот это изгородь из туи смарагд вот но и как всегда мы сейчас с вами перейдем в розари я очень люблю вот этот участок у бассейна который я создала всего-навсего два года назад но он получился таким интересным таким эффектным и сейчас мы немножечко поговорим о нем об этом участке ну вот здесь видите мы отдыхаем столик у нас стоит ну то и а вот эта часть цветник ну и как вы видите акцентом этого цветника являются несколько очень очень красивых роз одна из них это я думаю все узнали непревзойденные александра кенская роза александра кенская вы знаете принцесса александра кенская она просто в этом сезоне свела меня с ума своей красотой своим мощным обильным цветением цветет уже в этой неделе полторы смотрите какие цветы посмотрите что творит эта роза а какой у нее красивый цвет какой у нее изысканный цветок вот говорят иногда наташа на ладошку ну моя ладошка-то утонула в этой розе у нее в этом сезоне цветы сантиметров 13 а то и до 15 доходит кстати какой пышно обильное цветение вот некоторые цветочки надо уже обирать начинают отцветать но до чего ж она хороша и вообще считаю что это одна из лучших роз дэвида остина и несмотря на то что сейчас в его коллекции появились очень красивые розы розы шедевры александра кенская принцесса александра кенская все равно на мой взгляд остается одной из лучших роз дэвида остина не правда ли красота ну конечно красота мне кажется что спорить было бы и не серьезно безусловный шедевр дэвида остина принцесса александра кенская рядом с александра кенской по моей задумке была роза посажена желтого цвета роза инка роза флорибунда вы знаете я совершенно не ожидал что она вымахает вот в такой огромный куст кстати сказать кенская в этом сезоне порядка метр тридцать метр сорок она очень очень высокая ну а инка где-то даже метра полтора цветы у нее средней величины но в этом сезоне тоже очень чистые и для ее сорта очень крупные вот такой насыщенный яркий цвет потом в процессе она конечно слегка выгорает цветочек порядка 8-10 сантиметров цвет лимонно-желтый но достаточно насыщенный роза имеет час понюхаю какой роза имеет приятный аромат и они конечно вместе с принцессой александр кенской излучают такой приятный сладкий аромат пройти мимо очень-очень трудно ну а по соседству растет прекрасная роза мишель бедросян очень красивая роза очень такая благодарна обильно цветущая ее на рюше непревзойденной красоты она все время меняет свой цвет и я считаю что ей даже трудно дать описание потому что каждый год она имеет различные оттенки и на одном кусту она может быть как нежно-розовые так и вот такая с абрикосовым каким-то оттенком и вообще она постоянно постоянно меняет свое обличье очень благодарная роза обильно обильно цветущая еще от бутонов море а вот здесь роза знаете какая роза бременские музыканты замучила меня это роза каждый год вымер за это в ноль очень красивая но вот так вот только начинает нарастать но борется всегда за жизни вот видите какой не чистый красивый цветок роза маритим здесь вот тоже у меня роза маритим вся смотрит в другую сторону потому что я ее только-только подвязала цветок у розы маритим ну просто красота я сейчас покажу вам из другой стороны роза конечно заслуживает огромного внимания обожаю эту розу цветение обильно цветок свой держит очень долго у меня этой розы в саду два куста но посмотрите не правда ли она очень хороша ну и в заключение одна из любимых моих роз это розы аган штраус вы знаете я так люблю эту розу вот сейчас она уже практически в полном цвету по моему это флорибунда покажу вам ее чуть-чуть издали посмотрите какое пышное обильное цветение цветок крупный я вас в этом в этом ролике замучила все цветы у меня крупные сантиметров 12 это как минимум очень красиво распускается бутон роза такая нежная нежнятина я ее зову вот по моему флорибунда или чайно-гибридный и аган штраус сидит на заднем плане солнце есть здесь мало конечно достается но она безусловная красавица и я ее очень очень люблю напротив цветника находится великолепной композиции моя любимая композиция впрочем как и ваша эта композиция состоит центр прекрасный сорт гортензии метельчатый ванила фрайс он еще не цветет но весь весь набрал бутоны и обнимает его со всех сторон казацкий можжевельник зрелище просто неописуемо красиво это смотрится изящно красиво лапы можжевельника в этом сезоне так хороши они дали так много вы знаете дополнительных кистей вот этих красивых веточек и конечно я думаю что в ближайшее время расцветет гортензия и это зрелище будет просто неописуемо красивым я вам показывала его не раз и она от года году все краше и краше но меня как и вас тревожит вот эта проблема что казацкий можжевельник является разносчиком такого опасного заболевания как ржавчина и вы знаете мои розы робусты я рассказывал вам о них осенью прошлого года очень сильно подхватили это заболевание сейчас она в общем-то повторилась в связи с тем что я не успела сделать профилактическую обработку но ничего мы с этим справимся хотя сами можжевельники абсолютно абсолютно здоровы но я делаю такой вывод вот за моим забором вы видите шикарный лес и как больно смотреть когда я выхожу или еду на машине около этого леса по трассе вы знаете все окраина леса поражена ржавчины деревья погибают не по дням а по часам конечно ведь с ними там с этим заболеванием никто не борется меня очень тревожит судьба наших вот зеленых насаждений вот этих прекрасных шикарных лесов потому что вот эти болезни различные такие как ржавчина еще какая-то серая серый такой налет бывает они так быстро губят наши леса и я вот так смотрю споры из леса летят в наши сады поражают наши деревья кустарники я посмотрела появился ржавчина на сиренях и даже жасмин вот этот прекрасный жасмин который я показала вам в начале ролика смотрю одна веточка подсохла и на нем тоже ржавчина но мы-то с вами сможем как-то побороться сделать профилактические обработки приостановить эту болезнь хотя болезнь очень сложная и трудно с ней бороться но все же приостановить мы в саду ее сможем а лесами занимается никто и какая его судьба что достанется нашим детям внукам правнукам трудно сказать но не буду сейчас заканчивать свой обзор вот на этой грустной ноте должна вам сказать что пока я снимаю ролик уже трижды меняется погода то яркое яркое солнце то вот видите сейчас такое ощущение что пойдет дождь посмотрела по прогнозу будут дожди и вот это вот перемена от жары к дождям к прохладе она конечно ведет к тому что сейчас у нас с вами возникнут различные проблемы какие проблемы во-первых клещ нас конечно сейчас с вами не так уже волнует трипс потому что розы уже где-то на стадии отцветания а клещ конечно сейчас в такую жаркую погоду будет свирепствовать ну и соответственно болезни придут болезни и вот следующих роликах мы с вами поговорим о том какие мероприятия нужно провести профилактически для обработки нашего сада от болезней и вредителей а кроме того настает время обрезки роз жара слизывает нашу красоту мгновенно и уже многие кусты роз подлежат в общем-то серьезные серьезные обрезки а обрезка роз это залог успеха не только красивого цветения но это залог успеха формирования мощного сильного куста который нам подарит цветение уже в следующем сезоне и об этом мы с вами тоже обязательно обязательно поговорим ну а на сегодняшний день я заканчиваю свой обзор хочу пожелать вам отдохнуть в эти теплые летние дни воспользоваться так сказать ситуации лето у нас короткое не успеешь оглянуться а знаете вот вот и зима поэтому отдыхайте наслаждайтесь красотой природы цветением своего сада роз с вами как всегда была наталья до новых новых встреч